Вот той методикой, которой я занимаюсь по реабилитации травмы, очень быстрые, точнее сказать, сверхбыстрые результаты идут тогда, когда есть перелом без смещения. Особенно это интересно для активных людей, для спортсменов. И результаты при переломе без смещения, они происходят нереально быстро. На самом деле здесь идет момент как бы мгновенного приживания. Но об этом я уже расскажу немножко попозже. Оксана, расскажи, что с тобой было? Ну, занималась я, люблю горные лыжи. У меня был перелом, естественно, когда я встала на горные лыжи. Перелом у меня был, перелом малоперцовой кости без смещения. Обратилась я сразу в травмпункт. А боль была у меня? Была боль у меня жуткая, я же попыталась еще сама даже встать. Боль у меня была жуткая. А тут? И это очень у меня появилось. Ну, если вы помните, доктор, я бы вам пришла на второй день. Да. Приехала на работу в гипсе, мне наложили гипс. И сколько сказали? Мне, да, мне сказали, что минимум месяц-полтора я буду ходить в гипсе. Я обратилась к чудо-доктору, который меня просто поставил на ноги. Я отсутствовала на работе. Пять дней у меня не было, да? Пять дней я не была на работе. И на какой день ты вышла на работу? Ну, отсутствовала я. Не было у меня две дней на работе. И на пятый день она вышла на кипс. Комментируя случай с Оксаной, нужно сказать, что особую ценность этот метод представляет при переломах без смещения. Потому что в этом случае показания к наложению гипсовых повязок значительно сужаются. И, применяя свои лечебные повязки, мы тем самым возвращаем людей в трудоспособное состояние буквально с первых дней после травмы. И в данном случае девушка после перелома малоберцовой кости для смещения вышла на работу на пятый день. Причем ей приходится ходить в офисной одежде и на каблуках. Поэтому это достаточно серьезная нагрузка на ноги. Тем не менее, она ее с честью выдержала. Это снимок перелома малоберцовой кости без смещения. Значит, нужно сказать, что при таких минимальных переломах использование гипсовой повязки не всегда оправдано, потому что оно ведет к значительной потере функции конечности. А в данном случае мы сохранили функцию абсолютно и избежали мышечной гипотрофии, избежали остеопорозов при помощи ранней нагрузки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!